Продолжение следует... У нас пока 10 человек, отключены. Настраиваемся пока. Погода на юге сейчас очень хорошая. По крайней мере в Краснодаре. Солнышко светит, ветра нет. Все идет к тому, чтобы наш семинар был очень полезным. У нас сегодня будут ребята из многих регионов. Я на сегодня не в самом аграрном регионе в Москве, но сегодня тоже солнце. И тепло. 12 градусов. Сереж, на юге сколько? Сейчас около 19-20 градусов. Сейчас утро. Великолепнейшая погода, тепло, нет ветра, солнышко светит. Ну не знаю, птички поедут. И отчеты по уборке показывают, что подсолнечные кукурузы почти выбрали на всем юге. Да, остались локации, которые ближе к горам, где достаточно прохладно и прошли небольшие дожди. И некоторые районы Ростовской области. А так едешь, вроде все убрали, а зимка вышла. На полях погода довольно-таки отрадная. Мы как раз сегодня забегу вперед, 5 минут до начала. Я еще это, конечно, проговорил. У нас как раз Михаил сегодня с нами. Это наш аналитик по рынку. Человек, у которого основная информация актуальная по уборке, по ценам, по всему-всему есть. Нам тоже расскажет, как обстоят дела и на юге, и в России в целом, чего ждать и так далее. Да, то есть мы эту информацию тоже готовим регулярно, каждый год на подобных встречах. Так, посмотрим, сколько нас на сегодня. Пока у нас явка только набирается, нас 14. Я думаю, что сейчас за последние 5 минут народ начнет подключаться. Все только, наверное, доехали либо до работы, либо чай, кофе наливают. Да, все-таки утро и уже осень. Время к осеннему, так сказать, к осенне-зимнему перерыву для наших аграриев. Как говорится, время подводить итоги сезона. Что, в принципе, мы с нашей стороны и собираемся сегодня сделать. Посмотреть, как он прошел, какие результаты урожайности. Где-то, как говорится, было хорошо, где-то среднее. Случались и местами ситуации, когда требовалось вмешательство некоторых других факторов. Мы это все учитываем, рассматриваем. В общем, такое время немножко релакса, с одной стороны. С другой стороны, время подготовки к следующему сезону. Пока ты себя проговаривал, вспомнилась давняя штука. У нас каждый год стабильный и типичный. Каждый год какие-то новые условия, которые мешают нам выполнить успешно сезон. То посевная нестандартная, то уборка нестандартная, то жара, то залива. Но, в общем, каждый год у нас типичный. Всегда в осложнении. Это точно. Поддержу Кирилла, что как не встречаешься на каких-то итоговых совещаниях, первая фраза «этот сезон нетипичный» выдался очень тяжелым и нетипичным. Ни разу не было, чтобы вступительное слово было, что этот сезон был как все одинаково. Не знаю даже, с чем это связано, но вот такая вот жизненная история. Мы потихоньку приближаемся к началу нашего марафона или стаерского забега, кому как нравится. Коллеги, кто прибывает, вы можете хотя бы написать в чате, но было бы интересно, из каких вы территорий, из каких областей. Да, кто откуда, ребят. Есть, у нас есть возможность двойная. Есть две кнопки. Одна – чат, другая – вопросы-ответы. На всякий случай проговорю, потом еще раз повторю, когда чуть побольше людей будет в чате, мы можем писать, и все видят то, что мы пишем. Поэтому здесь есть большая просьба не спамить, поддерживать дискуссию такую конструктивную про сезон и так далее. И вопросы-ответы – это лучший способ задать вопросы или ответы спикерам, чтобы сообщение не потерялось. Да, и как раз, Сережа, вы реагировали на твой запрос. Тут есть и Ростов, Кубань, Новоси, Болтай даже есть. Ого, ребята, Золотая, у вас еще будет сессия, и там регион по Волженно будет вызываться, но в любом случае мы рады вас видеть. Да, и Воронеж есть. Воронеж – это нам догонять надо, да? Насколько вы подписались. Ну, будем догонять Воронеж. Так, ну, что? Да, есть еще одно предложение, пару минут подождать и начинать. Буквально в 9.02 начнем, дадим немножко возможности людям подключиться. Даже Оренбург есть. Ой, Оренбург, кстати, тоже будет побольше, но в любом случае мы рады, что есть активность, и ребята подключаются. Так. У нас пока в основном зале есть три спикера. Все правильно. Сергей Викторович, у нас на правах модератора будешь, да, я так понимаю? У нас есть модератор, модератор, отличнейший модератор, который за кадром, который позволяет всему нашему механизму работать слаженно. Вот, это Антон. А так, в принципе, можем начать представление, кто с вами будет в ближайшие два часа, два с половиной. Так, Кирилл, полагаешь, что я должен, да, это сделать? В принципе, могу? Да нет, я могу начать сейчас. Давай, наоборот. Минута, давайте начнем, может быть. Начинай потихоньку. Да. Коллеги, друзья, мы рады вас приветствовать на ежегодной встрече, посвященной результатам урожайности, в данном случае сезона 2023 по региону Юг. Мы увидели с вами, пообщались немного в чате, видим, что здесь есть и ребята из Центра, из Поволжья. В любом случае, информация, с одной стороны, вам будет полезна, потому что про рынок будем рассказывать, и, с другой стороны, такие же сессии будут и по региону Центр, Поволжья, куда мы также включим Сибирь и Дальний Восток. Меня зовут еще раз Аркипов Кирилл, я являюсь руководителем маркетинга компании Сингента по направлению семена. И, как уже сказали, основные темы сегодня будут и результаты урожайности, и мы поговорим с вами про рынок. С нами на связи Михаил Григорьев, он является аналитиком компании Сингента по семенам и средствам защиты растений. Вся информация по ценам, объемам, уборке, перерабатывающим мощностям, балансу спроса и предложения. Миша анализирует, делает правильные выводы и готов сегодня с вами поделиться. Но перед тем, как мы перейдем к Михаилу, пара вещей по навигации. Во-первых, будет вестись запись этого вебинара, то есть те, кто не успел, смогут посмотреть. Второе, по навигации у нас есть два варианта общения со спикерами. Первый – это чат, то есть там, куда вы уже написали, кто из какого региона, и он общедоступен, виден всем. И большая просьба поддерживать там такой баланс, чтобы мы успевали отслеживать информацию, то есть поменьше спама. Но всегда ваш отзыв, он важен и интересен, особенно, когда кто-то приводит примеры. И второй вариант – если действительно хотите задать вопросы спикерам, и есть вариант, мы обладаем информацией для ответа, пишите его в вопросы и ответы, там мы точно ничего не пропустим. Ну и дополнительно коллегам будет приятно, если тема заходит. Внизу есть значок огонька, который мы нажимаем, и наши спикеры видят, что находят позитивную реакцию в ваших сердцах, и, собственно, чуть побольше могут уделить какой-то теме времени. Так, перед тем, как начнем с экономики, я думаю, тоже важная вещь, которую ребята могут спрашивать в чате, но я ее лучше сейчас проговорю, чтобы мы потом не отвлекались на этот вопрос. Близится сезон, уже идет сезон продажи семян. Наш отдел продаж взаимодействует с сельхозпроизводителями по семенам кукурузы, по семенам подсолнечника мы пока еще не начали компанию. Мы ожидаем, как и весь рынок, квот от Министерства сельского хозяйства. Что хотел бы отметить, первое, мы смотрим на текущий сезон довольно позитивно, потому что мы работаем по правилам локализации, установленным Минсельхозом. Движемся в этом направлении, и, как заверили коллеги из Министерства, до конца декабря уже будут озвучены квоты. Мы сейчас на самом деле, что делает сингент со своей стороны? Семена есть, часть из них больше запасована, часть в процессе пасовки в основном в Турции, есть часть европейских семян, и как только мы получаем квоты, мы начинаем активный завоз. Мы сначала сезонно не хотели выпускать информацию по коммерческим условиям, на подсолнечниках их сейчас нет. Сейчас, естественно, обсуждаем, так как близимся уже к основному сезону, может быть, мы чуть пораньше запустим информацию, соответственно, можно будет сделать предзаказ и так далее по семенам подсолнечника, потому что, как вот нам Миша такой мостик перекидывал уже к Мише, культура относительно всех остальных остается одной из самых рентабельных и поддерживает экономику сельхозпроизводителя. Но давайте уже пусть эту тему освещают профессионалы. Михаил, переходим к тебе. Тебе слово. Спасибо большое. Кирилл, спасибо большое. Меня зовут Михаил Григорьев, менеджер по исследованию рынка компании «Сингента». Сегодня я кратко вам расскажу про рынок зерновых и про рынок масличных, в частности, основной упор будет на подсолнечник. Смотрите, на первом слайде здесь вы видите ключевые показатели баланса зерна в России. То есть здесь вот темно-зеленым видно валовый сбор зерна в стране. В прошлом году вы все помните, что был очень высокий урожай валовый сбор, 158 миллионов тонн практически. И в этом году также будет существенный урожай, 142 миллиона тонн зерна, включая кукурузу и ячмень. И вот что бы я хотел бы отметить, что вот этот серенький столбик, он показывает, какие высокие запасы были по окончанию сезона 22-23. То есть в начале июля этого года очень высокие запасы зерна в стране были. И поэтому общее предложение зерна, на самом деле, несмотря на снижение валового сбора, общее предложение зерна в стране будет немногим меньше, чем в прошлом году. Что это нам даст? Вот справа у нас получается это экспорт и внутреннее потребление, разбивка в стране. И вот здесь, к сожалению, есть небольшая... Тут, видимо, ошибка у нас получается. А, нет, нет, здесь ошибки нету, извиняюсь. И что нам даст? Нам даст экспорт... Да, здесь есть... Здесь неточность экспорт не 84, а 65 миллионов тонн. То есть здесь неправильная легенда сделана. Поправим. И вот видно, что экспорт в этом году зерна значительный будет. Более чем больше, даже чем в прошлом году, несмотря на то, что общее предложение зерна поменьше. Но за счет остатков прошлого года мы предполагаем, что остатки будут уменьшены. В этом году не 25 миллионов тонн, а 18. Давайте пойдем на следующий слайд. Здесь, на этом слайде, вы видите ключевые показатели по пшенице. Здесь также ошибка. Экспорт у нас темным должен быть. Видно, что производство пшеницы в этом году на 13 миллионов тонн меньше. Остатки высокие на начало этого года были 18 миллионов тонн. И, соответственно, существенный экспорт пшеницы в этом году планируется 50 миллионов тонн выше, чем в прошлом году. Что касается рынка ячменя, здесь тоже были высокие остатки прошлого года. Производство в этом году также меньше, близко к 21 миллиону тонн. И экспорт, соответственно, будет чуть больше 6 миллионов тонн. Подводя итог, вот этим 4... А, тут у нас следующий слайд, у нас еще кукуруза есть. И такая же картинка мы посмотрим по кукурузе. Вот что стоит отметить, что в отличие от ячменя и пшеницы, по кукурузе в этом году действительно очень хороший урожай. 17 миллионов тонн планируется. Планируется это по данным, по прогнозу компании Институт конъюнктура аграрного рынка. И, соответственно, будет существенный экспорт в этом году 6,5 миллионов тонн. На 1 миллион тонн выше, чем в прошлом году. На следующем слайде вы можете посмотреть, как идет, в принципе, темпы экспорта идут. Вы, наверное, слышали из средств массовой информации, что Россия сейчас очень хорошо отправляет зерно за границу, несмотря на санкционное давление. И вот здесь видно, что уже по состоянию на конец октября за границу экспортировано было практически 26 миллионов тонн. И это около 40% от всего объема, который может быть экспортирован в этом году. От вот этих 65 миллионов тонн, которые я показывал на первом слайде. Но как бы расслабляться не стоит. Дело в том, что очень высокий экспортный потенциал еще есть. Еще нужно отправить до 30 июня еще 39 миллионов тонн. И вот здесь в зеленом кружочке вы видите, что доля уже отправленного – это около 40%. Но это не больше, чем, например, в сезоне 2020-2021 года и 2021-2022. И поэтому, да, темпы очень хорошие экспорта. Но еще многое впереди. И если вот эти показатели удастся осуществлять экспортной индустрией нашей зерновой, то мы увидим более-менее сбалансированный уровень остатков на конец этого года. И уже в следующем году эти остатки не так будут сильно давить на внутреннюю цену зерна, как это происходит сейчас. Вот на этом слайде вы можете посмотреть динамику мировых цен на пшеницу, кукурузу и ячмень. Вот здесь вы видите пик 2022 года. Это связано с началом специальной военной операции и с боязнью рынка о том, что в мире не будет хватать, в частности, пшеницы. Ну вот дальше происходят снижения постоянные. Вот и сейчас цены на пшеницу, экспортные, в частности, на российскую экспортную пшеницу, стабилизировались на уровне 220-225 долларов за тонну. Как отмечают многие аналитики, что, ну, наверное, здесь стоит говорить о том, что это может быть, ну, такое дно рынка, потому что, ну, уже, в принципе, это уже видно, что это уже подошло к уровню 2021 года. И вот этот вот фактор начала специальной военной операции, он уже отыгран рынком. И экспортные определенные поставки и из Украины идут, и из России идут. Поэтому здесь вот этот уровень цен на зерно, он вот на таком уровне сейчас находится. Вот видно, что здесь уже с мая он примерно плюс-минус на одном и том же уровне находится. И дальнейшее его еще снижение, по крайней мере, выглядит маловероятным. Дальше я скажу, почему. Возможно, это точно такая же динамика и по кукурузе, и по ячменю. Здесь, на этом слайде, вы можете посмотреть две картинки. Первая – это сколько вывезено пшеницы у крупнейших экспортеров на текущий момент. Это вот левая картинка, и здесь видно, что за период июль-октябрь уже крупнейшими экспортерами было отправлено 53 миллионов тонн зерна против 55 в прошлом году. То есть, ну, практически здесь тот же самый объем за первую часть сезона отправлен из основных стран экспортеров. Видно, что Россия больше отправила, другие страны немножко меньше отправили. Но вот важна правая сторона этой картинки. Дело в том, что осталось к экспорту до конца экспортного сезона где-то 115 миллионов тонн пшеницы против 125, которые в этот же период были вывезены в прошлом году. Вот этот слайд, он такой носит определенный фундаментальный характер. Дело в том, что вот это та картина, которая говорит о том, что, наверное, скорее всего, с большой долей вероятности, вот эти цены, которые я показывал вам на предыдущем слайде, мировые на пшеницу, они не будут дальше еще больше снижаться. Дело в том, что определенный спрос во второй половине сезона будет, не будет сильно, спрос будет достаточно сильным, а не будет такого большого экспортного потока, как в прошлом году. Поэтому, возможно, мировые цены на пшеницу сейчас находятся на таком низком уровне, потом они начнут немножко подрастать. Ну вот, следующий слайд, это динамика экспортных пошлин на пшеницу. Нельзя не сказать про государственное регулирование зернового рынка. Оно было... Мы живем с этим государственным регулированием в таком виде, которому сейчас уже порядка полутора лет. И вот вы видите динамику пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. В частности, сейчас получается пошлина на пшеницу в районе 5000 рублей, на кукурузу и на ячмень, на ячмень она близко, она нулевая, а на кукурузу она равна 1600 рублей. То есть это вот те деньги, которые забирает в виде пошлины государство сейчас. И как это все пошлина и мировые цены, это складывается в определенную картину внутренней цены на пшеницу. Здесь вот вы видите цены, цены на пшеницу, кукурузу и ячмень. В России средний индекс цен. Вот вы видите, что сейчас цены на пшеницу находятся близко к уровню прошлого года, но даже меньше, чуть меньше. На кукурузу и на ячмень все цены ниже прошлого года сейчас. Связано это с тем, что мировая цена сейчас ниже и достаточно существенная экспортная пошлина. Дальше, как я сказал, при увеличении экспортной цены на пшеницу, возможном и небольшом увеличении по другим культурам, стоит ожидать увеличения внутренних цен. Конечно, часть будет забираться пошлина, именно 70% увеличения мировых цен. Но на 30% от увеличения мировой цены стоит ожидать, скорее всего, увеличения внутренних цен на зерновые. Подводя итог этой части моего выступления по зерновым, стоит отметить, что текущие балансы очень тяжелые для сельхозпроизводителей. Внутри страны у нас очень большие остатки по всем культурам, но ожидается, что эти остатки будут меньше к концу сезона. И, соответственно, в следующем уже году, если урожай будет среднестатистический, то эти остатки не будут давить. И ожидается небольшое восстановление мировой цены на зерновые, что, скорее всего, приведет к увеличению текущих показателей внутренних цен. Теперь мы перейдем к рынку масличных. Все мы знаем, что также есть регулирование рынка масличных в России. И вот здесь представлены те меры, которые регулируют рынок подсолнечника, сои и рапса. Вот остановлюсь я отдельно на подсолнечнике. Пошлина на экспорт подсолнечного масла существует. Она рассчитывается по определенной пошлине. И вот, исходя из этой определенной формулы, мы видим, что уже начиная с... уже целый год практически пошлины на масло подсолнечное нет. Поэтому подсолнечное масло остается одним из немногих товаров в России, которые находятся как бы подпошлины сейчас, но в целом оно вот сейчас от нее освобождено из-за недостаточного уровня цены на подсолнечное масло. То есть, если вот так кратко сказать, то из всех культур, наверное, подсолнечное масло... из всех экспортных товаров подсолнечное масло выглядит наиболее перспективным в плане... в плане реагирования мировых цен на внутреннюю цену. Вот на следующем слайде вы можете посмотреть прогноз производства масличных культур. Это прогноз производства от компании CAR. Недавно был показан на их вебинаре. Видно, что 29 миллионов тонн всех масличных будет произведено у нас в стране столько же, сколько и в прошлом году. У нас будет снижение производства парапсу примерно на 250 тысяч тонн. Связано это со снижением посевных площадей. Будет увеличение производства сои почти на 700 тысяч тонн. Производство подсолнечника останется на том же уровне, что и в прошлом году. Мы знаем, что у нас произошло снижение посевных площадей в этом году по подсолнечнику. И, соответственно, снижение посевных площадей компенсируется больше урожайностью. Здесь вы видите цены на подсолнечное масло. Вы видите, что примерно такая же ситуация, как и с пшеницей. И вот текущая цена на подсолнечное масло российского производства 780 долларов за тонн. Эта цена меньше, чем та, которая определила государство в демпферной формуле. Поэтому сейчас нету, как я сказал ранее, пошлины на экспорт подсолнечного масла. Что у нас происходит с внутренними ценами на подсолнечник? У нас, получается, они на уровне прошлого года находятся. Это вот индекс ProZerno компании. Видно, что цена на подсолнечник средняя сейчас в стране. Порядка 25 тысяч рублей с НДС. Что ожидать в ближайшее время? Даже при сохранении текущих уровень цен на масло, скорее всего, стоит ожидать определенного постепенного, небольшого увеличения цены на подсолнечник внутри страны. Основная причина в том, что в этом году были введены дополнительные производственные перерабатывающие мощности по подсолнечнику. Примерно это в районе 1 миллиона тонн. Урожай на уровне прошлого года. Да, мы знаем, что остатки большие с прошлого года, порядка полутора миллионов тонн. Но в целом баланс достаточно напряженный для переработчиков. То есть переработчики имеют достаточные мощности для того, чтобы переработать такое количество подсолнечников внутри страны. И после завершения всех уборочных мероприятий на подсолнечник ожидается, что конкуренция за сырье немножко повысится. И сельхозпроизводители, возможно, увидят более высокие цены на подсолнечник. То есть начиная там уже, может быть, с декабря, с января этого года. Но важно отметить, что если будет, если в общем сельхозпроизводители будут продавать подсолнечник темпами очень низкими, то может произойти такая ситуация, что краткосрочно цены на подсолнечник в течение зимы могут быть увеличены. А когда основная масса сельхозпроизводителей весной начнет реализовывать сырье, то может произойти ситуация прошлого года. То есть, подводя итог тоже этой части, можно сказать, что цены на подсолнечник, наверное, немножко подрастут. Но очень важно, чтобы сельхозпроизводители планомерно реализовывали это зерно, и переработчики могли загрузить свои производственные мощности. И вот последний слайд от меня, то есть это вот тоже с вебинара компании «Иститут конъюнктуры аграрного рынка» было показано рентабельность и маржинальность переработки подсолнечника сейчас в стране. Видно, что исторически рентабельность переработки сейчас на очень высоком уровне находится. И основной фактор, который может в ближайшие несколько месяцев, наверное, сказаться, это то, что вот эта маржа может потихонечку начать снижаться и, соответственно, переходить в сторону сельхозпроизводителей, если цены на подсолнечное масло останутся примерно на том же уровне. Возрастет немножко борьба между переработчиками за сырье, и поэтому возможно повышение определенной цены на подсолнечник внутри страны. Но стоит отметить, что и как в случае с зерном, с пшеницей подсолнечник вряд ли будут цены очень сильно вверх идти. То есть если будут какие-то повышения внутренней цены, то они будут достаточно плавные и где-то до уровня прошлого года. У меня, в принципе, все. Спасибо за внимание. Коллеги, если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо, Михаил. Большое, огромное просто. Очень содержательно, очень хорошо все было. И я думаю, что если вопросы остались, коллеги, пожалуйста, пишите в разделе «Вопросы и ответы». Михаил с нами будет, наверное, до конца вебинара, и он сможет вам ответить, если какие-то вопросы возникли. Спасибо. Все, Михаил, спасибо большое. Как говорится, аплодисменты. Не знаю, как это в ЭМОЗе сделать. Но перейдем к другой культуре, к следующему нашему пункту. Это погодные условия, которые сложились в сезоне 2023. И другие аспекты, всякие разные абиотические факторы. О них расскажет Павел Ищенко. Павел Ищенко, представьтесь, пожалуйста. Павел Ищенко, представьтесь, пожалуйста. Паша. Паша, что-то с микрофоном. Тебя не слышно. Нет, коллеги, сейчас одна заминочка немножко вышла. Сейчас мы быстренько все поправим. Прием, прием. Отлично, теперь слышно. Видите, как быстро нам техника подчинялась. Победили мы ее. Павел, пожалуйста, продолжайте. Магнави. Ухожу пока в закат. Да, коллеги. Павел Ищенко, портфолио-менеджер по гибридам кукурузы компании Сингента. Несколько слов о погодных условиях, которые сложились в этом сезоне. Как вы помните, я думаю, начало сезона, именно пассивная кампания и начало лета проходили в достаточно благоприятных условиях для региона Юг. Хорошие осадки проходили. Температура в Ростовской области на севере Краснодарского края даже была чуть ниже нормы. и это позволило в целом получить достаточно хорошие всходы и культурам, например, в июле. Вот на этой картинке в середине мы видим, что температуру, по сути, не сильно превышали среднем многолетние. Это значит, что цветение культур проходило в благоприятных условиях, как кукурузы, так и подсолнечника. Что мы, собственно, и наблюдали. Початки в основном у всех были выполнены, корзинки налиты прекрасно. И что же случилось дальше? Мы видим вот эту картинку справа, закрашенную красными цветами. Это значит, что температура в августе и дальше уже и в сентябре превышала среднем многолетние на большей части региона Юг, более чем на 3-4 градуса Цельсия. Все помним эту 40-градусную жару в течение долгих недель, которая, конечно же, повлияла в итоге на налив зерна. И у многих получилось так, что мы наблюдали выполненные початки, с одной стороны, да, где зерна все полностью присутствуют и даже на верхушках початков, но при этом масса тысячи зерен снижалась из-за того, что начались суховеи в августе и в сентябре. При этом, что интересно, многим, с одной стороны, это позволило раньше начать уборку, да, с другой стороны, конечно же, был некоторый недобор урожая вот из-за этих жарких условий. Если мы посмотрим на то, как распределялись осадки в течение сезона, собственно, аналогично температурам июнь и июль, в данном случае вот эти две картинки слева и в центре, отображают, как осадки распределялись в Южно-федеральном округе. В целом, они достаточно равномерно были распределены и превышали среднемноголетние нормы даже в Ростовской области, но при этом республики Северного Кавказа, как это не характерно для них, страдали от засухи. И эта засуха усугубилась в августе. И в сочетании с высокими температурами, опять же, не позволило получить в тех же республиках Северного Кавказа урожайность, которую там привыкли получать. Это вот особенность этого сезона в плане погоды. И мы плавно переходим к результатам сезона по кукурузе. И буквально несколько слов о том, как наша сеть испытаний гибридов кукурузы была распределена в регионе Юг. Вы видите на картинке слева достаточно плотное покрытие и демо-опытами, и различными испытаниями. И по стране. Конечно же, это более 425 демо-участков. Небывалое количество за последние годы. И несколько слов о портфеле кукурузы. И дальше я передам слово Роману Сераполу, который расскажет вам о результатах сезона. Как видите, портфель кукурузы компании Сингента закрывает, в принципе, практически все потребности сельхозпроизводителей во всех группах спелости. Начиная от самых ранних гибридов, как, например, Талисмана, Беларда, Ротанга, так и заканчивая самыми поздними, например, Сикарио, Касиминерва, Си Примео. И о результатах этих гибридов поговорим чуть позже. Несколько гибридов относятся у нас, как видите, к бренду Артезиан. Это гибриды, которые эффективно используют влагу в течение всего периода вегетации. Есть два гибрида из бренда PowerCell. Это гибриды силосного направления, которые позволят вам получать качественный корм и заботиться при этом о здоровье вашего дойного стада. Ну и один гибрид, это Симаримба. Он относится к бренду PowerGrain. Это интенсивные гибриды с очень быстрой влагаотдачей. Как видите, в принципе, портфель кукурузы компании Сингента, он отвечает всем требованиям, которые сейчас предъявляют сельхозпроизводители. Есть гибриды и более интенсивного типа, и менее интенсивного. Соответственно, можно подобрать гибрид для любых условий в ваших полях. Ну а теперь я передаю слово Роману. Роману. Добрый день, коллеги. Да, Паш, спасибо. В продолжении темы, наверное, хотелось напомнить коллегам, что такое бренд у нас Artesian. Есть, все-таки, это инновационные гибриды кукурузы, эффективно использующие влагу. И в чем отличие гибридов кукурузы Artesian от обычных гибридов. Гибриды Artesian позволяют получать нам в благоприятных условиях урожайности приблизительно на уровне лучших интенсивных гибридов. Но в случае дефицита влаги, когда у нас наступают такие годы, гибриды под брендом Artesian показывают урожайность на 10-15 процентов больше. И переходим, наверное, к самому такому из приятных слайдов для нас, надеемся и для вас. Это рекорды сезона 2023 года. То есть это максимальные вырожайности, полученные в этом году, именно в 2023. Вот мы видим, как удивила нас кориок Ставропольский край, Новоалександровский район 153 центнера с гектара. Да, это было на орошении, вы видите. Переходим к гибриду Семинерва. Ставропольский край, только Александровский район, 154 центнера. Думаю, достойные результаты. Сипремеу также на орошении Ставропольский край, этот же район, 161 и 9 центнеров с гектара. Следующий гибрид Си Энер Макс, Краснодарский край, Услабинский район, но это уже Багара, и для Багары 119 и 2 центнера с гектара, но думаю, это очень отличный результат. Си Скорпиус, орошение, Ставропольский край, Александровский район, 140 центнера с гектара было получено. На озоне РСО Алания Дегорский район 121 центнер с гектара, тоже это Багара, гибрид Си Чаринтас, Кабардино-Балкария, Терский район, было получено 116 центнер с гектара, Эвора, Ростовская область, Мясниковский район, 102 и 6 центнер с гектара, и гибрид Си Амбадор в Краснодарском крае, Староминский район, 109 с половиной центнер с гектара. Так, ну и коллеги, переходим с вами к гибридам, да, то есть к результатам точнее гибридов, что они показали в этом году по всему Южно-Федеральному округу. Здесь вы на картинке видите, как выглядит наш гибрид Кориока с ФАО 430. Это самый поздний гибрид в нашей линейке, ну и естественно самым высоким потенциалом. Гибрид, как мы считаем, для профессионалов, то есть с этим гибридом надо уметь работать и у кого получается получает очень отличные результаты. Отличительная особенность этого гибрида это очень высокоинтенсивный гибрид для достижения максимальной урожайности, то есть, как я уже сказал, чтобы получить максимальную урожайность, этот гибрид требует очень высокого агрофона для себя. также отличительная черта этого гибрида Сик Кориока, он отлично выдерживает возвратное похолодание на ранних этапах вегетации, то есть, замечено при возвратных похолоданиях этот гибрид не только не останавливался в росте, не было у него ни побеления, ни пожелтения, он стоял зеленый и рост происходил без остановки. Ну и если перейти к нашим демо испытаниям, то, что мы получили в этом году, мы видим здесь в столбиках, кстати, как читать эти столбики, коллеги, зеленый столбик, это у нас урожайность гибрида Сик Кориока, мы видим, рядом коричневый столбик, это столбик всех гибридов среднего, средняя урожайность всех гибридов, которая была в этом опыте, присутствовала, зелененький такой ромбик между столбиками, если вы посмотрите, это обозначает уровень влажности именно гибрида Сик Кориока, желтый треугольничек обозначает среднюю влажность по опыту всех гибридов, и мы видим слева шкала, это шкала урожайности, и справа это шкала влажности. В правом нижнем уголке мы видим капелька написана орошение, то есть впоследствии там, где вы будете видеть голубую капельку, это обозначает, что этот опыт был на орошении. Ну, и здесь мы видим, как прекрасно показала себя Кориока, то есть мы максимально Новоалександровский район видим 153 центнера показала Кориока, что превышение среднего по опыту даже на остальных гибридах в других уровнях урожайности мы видим, что почти везде Кориока превышала уровень урожайности среднего. Ну, так как мы сказали, что Кориока предназначен именно для орошения и территории с высокой влагообеспеченностью, целевая урожайность этого гибрида мы считаем от 90 до 200 центнера с гектара. Это его рабочая урожайность. Далее вы можете вот здесь читать еще, может быть, я не всегда буду останавливаться. Максимальная вырожайность полученная в Российской Федерации здесь написано это за все года выращивания коллеги 185 и 30 центнера с гектара и в Европе максимально получали 230. Переходим дальше. Следующий гибрид 7 минерва. Посмотрите на картинку какой красивый початок полностью выполненный и насколько облиственна масса гибрида семи нерва. То есть коллеги не только те, кто выращивает кукурузу на зерно, но и на силос тоже обратите на это внимание. Ну и перейдем к характеристикам гибрид семи нерва V410 отличительная особенность адаптивность к различным погодным условиям выращивания в том числе к умеренному стрессу. Что это значит? То есть этот гибрид семи нерва мы позиционируем и видим не только в условиях орошения и благоприятных условиях выращивания, но и там, где есть небольшой стресс. В отличие от кориуки. Переходя к результатам опытов, мы здесь видим, что семи нерва гибрид прекрасно себя показывает на орошении, так как этот гибрид мы, конечно, рекомендуем для орошения. То есть во всех результатах, где есть орошения, в принципе, минерва показывала выше среднего по опыту. Но, так как я уже сказал, этот гибрид можно высевать там, где есть умеренный стресс, и здесь мы видим, так же, как на уровнях урожайности более низших 77 в Курганинском, Лобинском районе, Кавказском, да можно сказать, по всему Краснодарскому краю везде превышение среднего по опыту. Также эта закономерность видна в Ростовской области и Ставропольский край и нашей республики, да, КБР, КЧР и Республика Северная Осетия Алания. То есть достойный гибрид как для орошения, так и для умеренного стресса. целевая урожайность этого гибрида от 80 до 180 центнеров с гектара. Это его интервал работы. Максимальную урожайность вы видите у нас 173 было получено в России за все года испытания в Европе было 202. Переходим на следующий гибрид Си Примео возможно этот гибрид очень хорошо известен некоторым коллегам, так как этот гибрид зарекомендовал себя очень хорошей вырожайностью. Гибрид Си Примео бренда Артежин Фау 380 Отличительная черта этого гибрида максимальный урожай зерна в своей группе спелости. То есть что это значит гибрид Си Примео если мы сравниваем с остальными гибридами всего рынка близкого Фау то гибрид Си Примео в принципе лидер в этой группе спелости. Отличительная также черта гибрида Си Примео это адаптивность к различным условиям выращивания в том числе и стрессовым. Если расшифровать то гибрид Си Примео можно выращивать как на орошении так и в условиях стресса даже в Ростовской области. Он показывает отличные результаты. Ну и еще одна особенность этого гибрида Си Примео это быстрая влагоотдача. Ром, а можешь подсказать вот ты перечислил уже поздние гибриды по срокам Сева когда бы ты порекомендовал Си Примео сеть? Да, спасибо Сергей. Как раз мы остановились на самом большом ФАО и есть у нас такие моменты как начало срока Сева. Вот если мы останавливались на гибриде Си Кориока и так как он отлично выдержит возвратное похолодание то конечно мы рекомендуем Си Кориоки начинать то есть можно и нужно Си Кориоки начинать Сев если мы будем говорить о Си Примео то есть ну лучше нежелательно коллеги лучше Си Примео перенести на середину оптимальных сроков Сева то есть это было бы правильно это все как говорится после многолетних наблюдений наших спасибо то есть Примео мы Си помните Примео Си в оптимальной сроке Сева не надо стараться его выносить на старт посевной компании а что с результатами у Примео покажи пожалуйста да Кориока начало Примео это оптимальные сроки Сева и переходим мы с вами к результатам выражайности и здесь у нас гибрид Си Примео занял два слайда так как в этом году большое количество опытов с гибридом Си Примео на этом слайде мы видим здесь только Краснодарский край и Ростовскую область и так как было сказано что этот гибрид работает в широком диапазоне урожайности то есть и в разных условиях и в стрессовых и нарушении мы с вами видим что в Белореченском районе гибрид показывает выше среднего переходим в Ростовскую область Красносулинские районы Белоколитва этот гибрид показывает также выше среднего и если мы перейдем на орошение также этот гибрид показывает выше среднего то есть это подтверждение тех слов что этот гибрид работает в очень широком диапазоне урожайности целевая урожайность 60 160 центнерс гектара это там где мы видим работу этого гибрида ну и если перейти на следующий слайд который у нас в продолжении этого чтобы охватить весь наш регион здесь мы видим как показывает этот гибрид себя в Ставрополье также в более жестких условиях Труновский и Предгорный мы видим и тот же Георгиевский также выше среднего по опыту и переходим в орошение мы также видим что примеру себя чувствует очень отлично и в орошении эта же тенденция сохраняется и на республиках я думаю вы видите да везде в основном примеру у нас выше ну или в пару опытах где-то на уровне среднего по опыту ну и максимальная выражайность у нас в России на этом гибриде мы получили 196 центнерс гектар в Европе было получено 205 9 ну и переходим к нашей следующей звездочке можно сказать да гибрид CNR Max видите как он выглядит отличительная черта то что было замечено у гибрида CNR Max от предыдущих гибридов у него более тонкая сердцевина то есть да вроде бы початок мы видим как говорится не отличается сильно но у него более тонкая сердцевина а это место естественно занимает зерно так ну и переходим CNR Max бренд Tartegen V340 отличительная черта этого гибрида это максимальная адаптивность к любым погодным условиям то есть этот гибрид повторяет характеристику того же примеру его можно выращивать так же как на орошении так же в очень жестких условиях еще этот гибрид CNR Max отличается у нас конечно быстрой влагоотдачей и устойчивость жаростойкость во время цветения и налива зерна то есть по сравнению с другими гибридами все-таки он свой бренд тратежин подтверждает ну и если перейти к нашим опытам здесь даже полностью слайд занял краснодарский край то есть очень большое количество опытов было CNR Max он нас приятно конечно удивил вы сами можете видеть что везде урожайность выше среднего по опыту может быть единично где-то на уровне а так в некоторых опытах даже можно сказать вот как в Белоглинском Белоглинский район Кавказский Курганинский ну с большим отрывом да этот гибрид как говорится выглядит также хочу обратить внимание что наверное в половине опытов точно этот гибрид видно как выглядел суши да то есть не забываем что влажность это зеленый ромбик был суше чем средние гибриды по опытам так ну и если мы перейдем на наши продолжения то есть Ростовскую область мы также видим как работает Синермакс то есть в тот же Облевский район да уровень урожайности небольшой но хочу напомнить что это район граничащий с Волгоградской областью а в Волгоградской области кукуруза почти не выращивается только на орошении и это у нас Багара уровень урожайности понятно что может быть очень отличается от остальных но как выглядит НРМакс он выше среднего по опыту но это не только по Облевскому это и по Каменскому по Чертковскому району и если мы переходим к более лучшим гибридам Ростовской области Зерногородский Мясниковский мы также видим что здесь НРМакс на голову выше чем среднее по опыту если мы переходим на Ставрополь и республики наши то в принципе закономерность та же самая у нас подтверждается также хотел обратить внимание как себя ведет гибрид НРМакс на Рошении в Кабардино-Балкарии Прохладинский район то есть с очень большим отрывом этот гибрид показал себя на орошении то есть в подтверждении того того что этот гибрид так как он бренд Артежин мы сеем в жестких условиях и отлично он себя будет показывать и в благоприятных условиях целевая урожайность этого гибрида для хозяйства который получает от 40 до 160 центнеров ну и максимально мы видим что пока получено 192 в Европе 206 и 7 было получено ну и переходим к следующему нашу гибриду Синскорпиус видите как он выглядит здесь наверное я хотел бы остановиться далее у нас будет такая как сказать троица гибридов очень схожих между собой это Сискорпиус Сиозон и Сичаринтас они есть у них такая схожесть между собой но есть и небольшое отличие отличие гибрида Сискорпиус Фау-310 мы видим да что это самый интенсивный гибрид из этой троицы то есть для этого гибрида нужен наиболее высокий агорафон также отличительная особенность этого гибрида он быстро развивается на ранних этапах вегетации то есть очень хорошо стартует ну и если перейдем к нашим результатам в этом году несмотря на вроде как говорится его небольшое Фау да можно сказать среднее он также достойно себя показывал на всех локациях да мы видим в принципе Краснодарский край и здесь попадается РАД это республика Адыгея чтобы было понятно для коллег в большей части гибрид Сискорпиус выглядел очень достойно и показывал выше среднего в Ростовской области он лучше себя показывал на более высоком фоне урожайности что подтверждает то что я сказал до этого что этот гибрид требовательный к более высокому агрофону если перейдем на Ставропольский край в принципе здесь он также себя показал достойно ну и в республиках этот гибрид был выше чем среднее по опыту так целевая урожайность этого гибрида от 70 центнеров и выше максимальная урожайность полученная у нас в стране 158 центнеров с гектара в Европе этот гибрид раскачали до 196 центнеров с гектар си-озон как я уже сказал схожие гибриды они и визуально чуть-чуть похожи но есть такое небольшое отличие у каждого у си-озон его слоган да отличительная черта это такая высокая адаптивность к различным почвенно-климатическим условиям то есть этот гибрид можно сказать прощает небольшие ошибки агронома можно его мы даже даже нужно мы рекомендуем если хозяйство хозяйство пришло какое-то новое поле из чужого севооборота где агроном или собственник не знает что там были за предшественники какой агрофон был вот это си-озон это идеальный вариант для этого момента как говорится посеял и ты получишь достойный результат ну и перейдем к результатам гибрида си-озон и здесь мы видим да если мы говорили что скорпиус у нас более для интенсивного интенсивных технологий то озон в принципе может себя и неплохо показывать на более низких низком агрофоне да мы видим геогинский район республика адыгея здесь выше среднего по опыту ну где-то чуть ниже с небольшим отрывом дальше белореченский это как раз близко район возле адыгея опять выше среднего по опыту но в большинстве случаев если мы посмотрим всю линейку по краснодарскому краю республики адыгея этот гибрид показывает выше среднего по опыту ну так как у нас озон гибрида озон было большое количество опытов это у нас был краснодарский край сейчас мы посмотрим на ростовскую область все-таки кто-то с ростовской области понимает что это более жесткая зона и здесь мы также видим что гибрид озон в принципе неплохо выглядит на фоне на фоне ростовской области как и Ставрополья и республик Северного Кавказа также мы видим да если взять прохладинский район Кабардино-Балкарий то есть среди всех гибридов в опыте озон очень отлично себя показывает и на поливе целевая урожайность этого гибрида 40-160 максимальная урожайность полученная у нас в стране 192 ну и это является рекордом для Европы то есть пока 192 центнера это самая большая вырожайность я бы еще добавил Рома к твоим словам по этому гибриду этот гибрид позиционируется у нас как гибрид который может просить некоторые ну условно говоря ошибки агронома в таком плане это говорю например у вас есть земли которые вы вводите все в оборот еще до конца не знаете свойства потенциал в принципе это такой гибрид озон который ниже определенного уровня не опустится да возможно он там суперзвезд не хватает на небе но вот эта стабильность что не опускается ниже определенного уровня делает его в нашем портфеле одним из таких основополагающих гибридов такая вот подпорка и люди которые уже сумели которым посчастливилось попробовать его этот наш всеми любимый си озон эти люди никогда не жаловались и как правило возвращались к этому гибриду на следующий сезон несмотря на то что его история не такая уж длинная относительно недавно он зарегистрирован в нашем портфеле уже имеет такую вот историю спасибо Ром что дальше да я еще хотел бы добавить наверное за эту нашу троицу как мы сказали да си озон си чаринтас и си скорпиус хозяйство которые занимаются орошением ну понятном порошении видим более гибриды с более высоким фау но вот эту троицу некоторые хозяйства сеют именно для того чтобы начать с них уборку то есть си озон си чаринтас и си скорпиус эти эти гибриды очень хорошо себя зарекомендовали как начало уборки на орошении так ну и вот мы переходим си чаринтас да мы видим как гибрид выглядит в принципе как я уже останавливался очень схож и наверное отличие это гибрида си чаринтас из этой троицы то что он под брендом у нас артежин фау 290 то есть этот гибрид ну как мы уже сказали да из бренда артежин и эффективно использует влагу отличительная черта этого гибрида у него очень хороший стей грин он очень долго стоит облиственный то есть здесь я бы наверное остановился но здесь мы видим да что толерантность большинству патогенов листьев и стебля да это это подтверждает что он устойчивый у нас к болезням ну еще хотелось бы остановиться наверное для тех хозяйств занимается силосом то есть очень отличный гибрид очень долго стоит зеленый так ну и переходим к нашему к нашим результатам по гибриду сич аринтас несмотря на свое фау да мы идем вроде бы как вниз фау 290 но этот гибрид также себя достойно показывает в опытах мы видим здесь если взять краснодарский край как в общем широком диапазоне урожайности да от 60 до 100 центров гектара в принципе этот гибрид отлично себя показывает даже в Каневском районе он сумел оторваться от остальных гибридов можно сказать здесь на голову также как я уже говорил этот гибрид хорошо себя показывает на орошении здесь мы видим то что он показал себя очень достойно около чуть выше среднего по опыту так и этот гибрид мы видим целевой урожайности в интервале от 50 до 160 центнеров максимальную урожайность получена чаринтосом в нашей стороне 179 в Европе было получено 204 центнера так и переходим к нашему гибриду можно сказать относительно новинка это гибрид Эвора отличительная черта этого гибрида хотелось бы здесь сказать и показать это наверное самый тонкий стержень сам початок вроде бы небольшой визуально многие когда подходят да вроде бы початок ничем не отличается от остальных а бывает даже может быть там чуть-чуть и поменьше но у него очень тонкий стержень и если мы переведем это место то что освобождает стержень наоборот масса тысячи семян у него даже более получается чем у некоторых других гибридов что мы и видим да если мы смотрим по характеристикам Эвора это все-таки Артежин V280 отличительная черта ну как я уже сказал это высокая натура зерна у этого гибрида также у него стабильная урожайность в своей группе спелости в условиях в любых условиях выращивания то есть мы понимаем что в благоприятных условиях выращивания большинство гибридов себя покажут достойно но этот гибрид себя очень хорошо показывает именно в жестких условиях то есть в жестких когда жесткими когда жесткими условиями этот гибрид у нас получается на 10-15 процентов точно выше остальных гибридов ну и также у этого гибрида идеально выполненный початок получается даже в условиях стресса то есть когда этот гибрид цветет при высоких температурах было замечено что он опыляется в принципе идеально еще наверное есть такая отличительная черта этого гибрида несмотря на свое высокое фау 280 он цветет на уровне где-то фау 220 240 вот у нас мы сейчас остановимся на гибридах си феномен си амбадор его цветет где-то в этот период то есть у нее очень большой шанс уйти от пиковых температур во время цветения ну и если мы переходим к результатам наших опытов мы видим подтверждение наверное наших слов что она Эвора показывает себя на более высоком агрофоне чуть выше или на уровне но вы смотрите на более низких агрофонах как она хорошо отрывается что по Краснодарскому краю что по Ростовской области мы видим даже на небольших уровнях урожайности как она показывает выше среднего вот отличительная черта бренда Артежин вот эти 10-15 процентов но также этот гибрид и неплохо себя показывает там где с влагообеспеченностью все хорошо то же самое подтверждение у нас и по КЧР да мы видим здесь 85 выше выше среднего здесь мы на уровне здесь мы на уровне то есть если в общем сказать и наверное предсказать чуть-чуть будущее этого гибрида он этот гибрид будет очень хорошо себя показывать в жестких условиях то есть это его будет скорее всего ниша ну целевую урожайность мы видим от 40 до 130 сетен с гектара то есть мы видим что если остальные гибриды мы начинали от 70 целевая от 60 от 50 этот гибрид мы опускаем до 40 то есть мы уверены что этот гибрид в этом уровне урожайности будет один из лучших ну и максимальная урожайность полученная у нас в стране 172 на этом гибриде в Европе недалеко в принципе они от нас ушли 178 так мы переходим к следующему нашему гибриду C-Fortag C-Fortag думаю многим коллегам известен потому что это не только южный гибрид но наверное выращивается в большей части нашей страны и этот гибрид должны знать повсеместно отличительная черта этого гибрида да Fortag с V250 бренд Artesian это повышенная засухоустойчивость то есть этот гибрид у нас как и гибрид C-Evora в паре пойдут для очень жестких условий то есть эта ниша будет этих гибридов так же как и у Evora у Fortag я думаю кто выращивает заметили отличная выполненность початка всегда то есть он опылен идеально даже в условиях сильного стресса ну и переходим с вами к результатам опыта в этом году здесь мы видим по Краснодарскому краю да в принципе почти во всех опытах он показывал достойные результаты выше среднего так же и по Ростовской области ну и в республиках он у нас был где-то на уровне среднего ну только за исключением республика Северная Сеть и Алания где этот гибрид показал достойный результат сифр тага мы так же видим целевая урожайность от 40 до 130 центнеров гектара то есть да можно его сеять как говорится и на более высоких агрофонах но не забывайте и сифр тага и эвора это гибриды именно для жестких условий максимальную урожайность мы получили в нашей стране 176 в Европе 192 центнеров гектара так ну и переходим к нашей можно сказать звездочке Си Амбадор одна из новинок в раннем ФАУ ФАУ гибрида 240 но в этом году он нас очень удивил то есть несмотря на свое вроде бы казалось небольшое ФАУ 240 он показал очень отличные результаты которые мы далее посмотрим и отличительная черта этого гибрида которые далее мы увидим это очень быстрая влагоотдача предуборочный период также этот гибрид Си Амбадор мы видим в повторных посевах то есть у нас были опыты в повторных посевах гибрида Си Феномен то что мы остановимся а Си Амбадор очень очень приближен по влагоотдаче к этому гибриду то есть тот кто рассматривает гибриды на повторные посевы или на раннюю уборку кому надо то Си Амбадор будет идеальный гибрид для этой технологии ну и смотрим теперь Си Амбадор ФАУ 240 как он себя показал в Краснодарском крае да не только в Ростовской области и в Ставрополье да этот гибрид с отрывом я же говорю несмотря на свою ФАУ 240 особенно в Краснодаре показался с большим отрывом от всех гибридов среднего по опыту и еще один момент в подтверждении моих слов по отдаче влаги посмотрите на зеленые ромбики да во всех опытах этот ромбик ниже треугольничка то есть это показывает о том говорит о том что этот гибрид отдавал влагу быстрее чем в среднем гибриды в опыте целевая урожайность этого гибрида мы также видим 40 130 центров с гектара максимальная урожайность 179 несмотря на свою ФАУ получена в Европе 197 то есть очень интересный гибрид ну и перейдем далее наверное к завершающему гибриду сегодня это гибрид Сефеномен который я думаю вы должны отлично все знать Сефеномен также под брендом Артежин у нас ФАУ 220 это еще гибрид самый ранний зубовидный в нашем портфеле отличается очень быстрой влагоотдачей в предуборочный период как я уже сказал да они будут в паре с Сампадором очень быстро влагоотдача отличная засуха и жаростойкость то есть этот гибрид себя отлично показывает в жестких условиях также в Ростовской области и в других более жестких регионах ну и опять я повторюсь использование в повторных посевах если мы перейдем с вами к результатам опытов мы увидим что в принципе здесь нету Краснодарского края и этот гибрид и в большей степени не для Краснодара может быть для отдельных условий где более жесткие такие есть а вот в Ростовской области мы видим что он достойно себя показывает или на уровне где-то или выше среднего по опыту также отличные результаты в Ставрополье отличные он себя показал в Кабардино-Балкарии даже на удивление хотя в этих республиках все-таки большие фау выпасеваются ну и в республике Северной Осетии Алания также где-то на уровне показал себя и хочу наверное тоже как говорится привлечь ваше внимание к Олеге на влажность опять на вот этот зеленый ромбик смотрите во всех опытах феномен был суше чем среднее по опыту то есть повторюсь и феномен и Амбадор это гибриды с очень быстрой влагоотдачей по феномену наверное даже было замечено мной после появления черной точки этот гибрид может отдавать в сутки до двух процентов влаги поэтому хозяйство которые покупают этот гибрид должны понимать что этот гибрид один из первых нашей линейки точно этот гибрид самый первый отдаст влагу и в этот момент хозяйство конечно должны будут готовы как говорится быть к уборке максимальная урожайность этого гибрида у нас в стране было получено 167 центнер с гектара в Европе получилось его раскрутить на 220 то есть несмотря на V220 его как говорится раскрутили на 220 ну целевая вырожайность мы здесь видим от 40 до 120 центнер с гектара так и на этом этапе спасибо я закончил коллеги передаю слово Павлу Ищенко который расскажет вам далее о наших интересных программах спасибо Роман феноменальные результаты особенно мне конечно запомнились C-Premio и CNR Max для Юга это на сегодняшний день наши лучшие гибриды в нашем портфеле итак немножко поговорим о программах поддержки производителей которые предлагает компания Сингента поскольку нашей миссии наверное является повышение благосостояния в целом человечества и аграриев в том числе мы изобретаем различные программы поддержки вас как агропроизводителей и предлагаем в этом сезоне несколько таких и первое на чем мы сейчас сконцентрируемся это программа Агриклайн многим из вас я думаю она известна по нашим продуктам СЗР и в этом сезоне мы решили ее предложить также за покупку семян кукурузы в чем суть этой программы поскольку Агриклайн это на самом деле защита ваших инвестиций от погодных рисков вы в этом сезоне можете получить кэшбэк до 50% от суммы которую вы инвестируете в семена кукурузы компании Сингента и на самом деле уникальность в чем в том что в благоприятных условиях вы как Аграрий можете получить отличную урожайность с нашими гибридами и даже получить кэшбэк в определенных условиях а при наступлении погодных рисков таких как сильная засуха или сильная жара можете получить кэшбэк до 50% чуть подробнее сейчас мы поговорим как это работает конечно же для начала мы оцениваем разные погодные риски в данном случае когда мы говорим о семенах кукурузы мы оцениваем два основных риска это засуха то есть количество осадков в вашей территории и количество дней с температурой выше 33 градусов Цельсия основываясь на многолетних данных как то на 20-летней погодной статистике мы можем понять что является нормой в вашей территории и когда эта норма превышается например в случае если это количество дней с сильной жарой либо количество осадков которые не достигают этой определенной нормы за все это отвечает международный провайдер метеоданных MeteoBlue и в данном случае мы рассматриваем квадраты размером 20 на 20 километров по всей территории России где возделывается кукуруза если взять за пример прошлые года в 21 году мы такую программу предлагали за покупку семян подсолнечника компании Сингента и вот здесь на слайде вы видите различные области регионы и хозяйства которые получили выплаты в этих областях в том случае максимальная выплата составляла 35% и видите что эта выплата распределялась по разному само собой в разных регионах у некоторых она составляла до 26% то представьте на четверть уменьшала стоимость семян подсолнечника в их случае а теперь представьте что эта выплата составляла бы 50% то есть максимальная выплата могла бы составлять 50% те же хозяйства могли бы получить конечно же больше и в этом году как раз мы за покупку семян кукурузы представляем такую возможность вам в чем уникальность еще раз я повторюсь вот на этом графике очень наглядно видно свойства гибридов ортези ну и в целом многих гибридов компаний сингента что в стрессовых условиях вы можете получить достойную урожайность то есть сохранить свои инвестиции и даже получить выплату по программе Агриклайм а вот в неблагоприятных условиях конечно же вы сохраняете урожайность за счет наших высокопроизводительных гибридов и конечно же получаете выплату которая может достигать 50% от суммы которую вы инвестируете в семена кукурузы если чуть подробнее остановиться на условиях всем уже наверное интересно что же нужно сделать чтобы участвовать в этой программе то на самом деле они очень просты для тех кто покупал семена сингенты в прошлом году нужно увеличить покупку минимум на 30% к прошлому году а для новичков тех кто не покупал сингенту в прошлом году этот порог всего лишь 200 пассивных единиц это минимальная закупка которая дает вам возможность участвовать в программе Агриклайм по семенам кукурузы участвуют все гибриды из актуального пресс-листа на сегодняшний день мы берем за основу три периода риска как видите на слайде да это с 1 июня по 20 июля с 20 июня по 1 августа и с 10 июля по 31 августа на ваш выбор учитываются два риска это жара и засуха чуть подробнее об этих рисках я сейчас расскажу под фактом жары учитывается каждый день с температурой выше 33 градусов Цельсия например выбранный вам период климатической нормой является пять дней с температурой выше 33 градусов Цельсия по ходу сезона программа зафиксировала что таких дней было 11 значит что за 6 дней превышение нашей среднемноголетней нормы вы получаете кэшбэк определенный кэшбэк и конечно же за каждый день там определенный процент в случае засухи мы учитываем количество осадков среднемноголетние также в ваших полях за определенный период который вы выбрали из вот этих трех и за каждый миллиметр который не хватает до этой климатической нормы вы также получаете определенный процент кэшбэка все предельно просто и прозрачно как только вы регистрируетесь в программе с помощью нашего менеджера который работает конкретно с вашим хозяйством вы получаете возможность отслеживать всю погоду которая фиксируется на ваших полях система очень гибкая и на самом деле история показывает что большая часть их производителей которые участвуют в программе Агриклайм как по семенам так и по средствам защиты растений получают определенный процент выплат и в этом сезоне конечно же мы идем навстречу тем кто покупает семена кукурузы и решили как раз увеличить выплату с 35% до 50% это небывалое предложение за всю историю сингенты и я очень надеюсь что вы как заинтересованные сельхозпроизводители конечно же будете не то что спрашивать а требовать от наших менеджеров подробнее рассказать что же нужно делать чтобы участвовать в программе Агриклайм несколько слов о том что такое цифровая поддержка со стороны сингенты сингента имеет достаточно большую исследовательскую базу на основе которой мы способны предлагать вам самые передовые решения и в этом сезоне конечно же ключевыми инструментами в данном случае является несколько сервисов первый из них это сервис crop-wise seed selector он позволяет нам как вашим помощникам подобрать гибриды для каждого вашего поля под ваши определенные условия в том числе даже рекомендовать густоту сева сейчас на самом деле оптимальная густота сева тестируется в пилотном режиме в ближайшие годы это будет работать как стандартный и высокоточный сервис следующий этап это конечно же crop-wise operations это глобальная платформа которая как раз вам позволит обеспечивать и мониторинг в течение сезона и различное внесение данных и также анализировать эти данные ну и агрономические сервисы есть обширный список этих сервисов о некоторых из них мы поговорим сегодня чуть подробнее о том что такое seed selector конечно же эта система основывается на огромном количестве данных которые получены более чем 45 тысяч опытных участков здесь мы можем сравнивать гибриды которые предлагает система само собой наш менеджер может также делать точнейшую настройку под ваши конкретные условия и в этом сезоне мы идем навстречу и конечно же усовершенствуемся и будет представлено полнофункциональное мобильное предложение для наших специалистов это как раз упростит и ускорит работу наше взаимодействие с вами фактически как это работает как это выглядит например вы указываете географическую точку и система подбирает по определенным заданным вами же характеристикам гибриды например мы указали что вот где-то в Воронежской области есть поле ваша целевая уроженность находится в диапазоне от 7 до 10 тонн на гектар и система предлагает список гибридов которые оптимально подходят для этих условий видим что да в данном случае это конечно же гибрид Эвора далее идет Сиамбадор и Си Чуринтас вот тройка этих гибридов оптимально подойдут для этих условий в выбранном нами диапазоне фау если вы применяете орошение можно также поставить галочку орошение и здесь вы увидите что система может изменить свою рекомендацию потому что это тоже учитывается если говорим чуть подробнее о crop ice operations само собой мы можем оцифровать все поля в вашем предприятии регистрировать различные события например агрооперации посев применение СЗР и так далее подключить телематику и все это отслеживать мониторить развитие культур и создавать различные отчеты и более того система генерирует рекомендации ключевые фазы развития культуры чтобы вы успели применить тот или иной препарат отреагировать на какую-то тревогу например начался лед совки и вам пора уже готовиться к применению инсектицидов все это может крупасть и само собой даже больше о сервисах которые в этом сезоне работали отлично и продолжают совершенствоваться это например для конкретно для семян кукурузы сервис прогноза уборки здесь система вам сигнализирует за неделю до наступления оптимального периода уборки например кукуруза на силос либо если мы ориентируемся на кукурузное зерно то ключевые фазы как то 32% влажности зерна 24% влажности зерна и 18% система дает уведомление что скоро на конкретных полях наступит такая влажность зерна пара готовится к уборке может быть выстраивать ваш уборочный конвейер и само собой это позволит вам во-первых правильно распределять свои ресурсы экономить деньги и само собой зарабатывать больше и это наша конечно же финальная цель и на этом я думаю стоит передать слово Владимиру Неботову который вам расскажет о результатах сезона о подсолнечнику спасибо спасибо павел добрый день коллеги меня зовут Неботов Владимир я являюсь техническим экспертом по подсолнечнику в регионе юг и мы сегодня с вами рассмотрим в рамках данного вебинара также результаты по подсолнечнику в сезоне 2023 и я надеюсь конечно же вас будете будет интересовать различные темы и вы будете задавать вопросы соответственно в соответствующем разделе вопросов и так давайте наверное начнем и в первую очередь мы начнем с вами с портфеля гибридов подсолнечника которые будут доступны у нас для для приобретения касаемо квот наверное немножко затрону вопрос Кирилл в начале немного говорил о квотах то есть какие квоты министерство хозяйства предоставит когда предоставить и так далее то есть не будем возвращаться к этому вопросу все-таки я считаю что нужно сконцентрироваться в данном формате больше на технической составляющей то мы можем предложить и будем предлагать в сезоне 2024 в первую очередь у нас есть два основных разделения по гибридам то есть это по сегментам это высоколейного направления или нолевое направление стандартное соответственно в высоколейном направлении у нас есть гибрид средне-поздней группы C-Experta а также в сульфотехнологии гибрид Суванга о котором мы тоже с вами сегодня поговорим касаемо линолевого направления то есть это классический сегмент это такие гибриды как известные вам Купава Ласкала и соответственно новинки это гибрид C-Teos и C-Levis о которых мы тоже с вами немного поговорим в том числе у нас Клеофилд направления это гибриды C-Avenger и NK-Neoma Клеофилд плюс Bacardi и Rosetta в первую очередь на которые мы будем с вами ориентироваться сульфа 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 сульфасегмент у нас достаточно обширный и продолжает развиваться это такие гибриды как Сумика хорошо вам известный гибрид Суберик Сузука Суми и гибрид Суматра которые находятся в раннем сегменте В сезоне 2023 была заложена широкая линейка испытаний гибридов на территории Юга Российской Федерации это порядка 98 опытов было заложено здесь на карте вы можете видеть как они располагались в сезоне и давайте же наверное все таки перейдем ближе к интересному моменту это рекорды сезона 2023 как уже сегодня Павел рассказывал что были сложные условия по температурному режиму второй половине вегетации то есть непосредственно после цветения соответственно гибриды компании Сингенда позволили получить высокие урожаи за счет того что имеет очень хорошую пластичность гибрид в первую очередь гибрид Си Авенш это раннеспелая группа мы позволили получить урожайность в Краснодарском крае в Староминском районе 43 с лишним центнеров с гектара в сумме гибрид также раннеспелая группа в Ростовской области Зерноградский район урожайность 42 центнера с гектар хорошо известен вам гибрид Бакарди то есть один из лидеров по урожайности на рынке на сегодняшний день это урожайность свыше 45 центнеров гибрид розетта средний ранний гибрид умеренно экстенсивного типа то есть это урожайность 43,4 центнера с гектара в Мясниковском районе Ростовской области гибрид Суберик Сульфа технология также среднеспелая группа в Ставропольском крае на в Александровском районе позволило получить урожайность свыше 47 центнеров с гектара что на мой взгляд является весьма и весьма достойным результатом одна из наших новинок это гибрид Сильевис раннеспелая группа в классическом сегменте в Отрадненском районе Коснодарского края позволил получить урожайность свыше 44 центнеров с гектара и еще есть немного рекордов в первую очередь хорошо известный вам гибрид НК Ниума Новоалександровский район Савропольского края 44 центнеров с гектара одна из новинок гибрид Си Теос в классическом сегменте среднеспелой группы свыше 48 центнеров с гектара в Отрадненском районе Коснодарского края раннеспелая группа гибрид Суоми в Сульфотехнологии в Ейском районе с 40,5 центнеров с гектара в Розетто в Кущевском районе Коснодарского края 40 центнеров в Суматрам один из самых ранних гибридов в Сульфотехнологии с сегменте в Щербиновском районе Коснодарского края позволил получить урожайность свыше 45 центнеров то несомненно является весьма и весьма серьезной заявкой на победу Сузука гибрид это средне-ранняя группа как я уже говорил да сульфа сегменте также в Ейском районе позволил получить урожайность свыше 42 центнеров гектара несомненно это слайды это результаты которые вызывают гордость у меня как сотрудника компании Сингента и в большей степени как технического эксперта по подсолнечнику в регионе Юг и давайте немного перейдем ближе к гибридам и посмотрим на их скажем так результаты непосредственно уже в разрезе самого гибрида непосредственно и начнем мы с вами с Клеофил технологии в Клеофил технологии это гибрид Avenger гибрид Avenger это раннеспелый гибрид универсального типа что значит универсальный тип ну в первую очередь универсальный тип гибрида говорит о том что этот гибрид способен давать высокие результаты в различных почвенно-климатических зонах если не сказать больше во всех то есть имеет очень высокий потенциал урожайности на уровне средне-спелых гибридов несмотря на свою раннюю группу спелости кроме того гибрид весьма пластичен и как я уже отметил что может выращиваться в различных почвенно-климатических условиях это говорит о том что у него очень высокая степень адактивная адаптивности ну кроме того не стоит забывать о том что один из лимитирующих или важных факторов на территории региона юг это заразиха данный гибрид имеет устойчивость заразихи уровня 1 cg если мы перейдем к результатам испытаний в сезоне 2023 то мы с вами можем видеть что давайте наверное начну не с этого а в первую очередь расскажу вы видели презентацию романа по гибридам кукурузы аналогично приблизительно и здесь но все-таки я напомню то есть в данном случае гибрид о котором мы с вами говорим в данном случае это гибрид Avenger это зеленый столбик и собственно его результат в данном конкретном опыте коричневый столбик показывает среднюю урожайность гибридов которые участвовали в данном опыте это не только для гибриды клеофил технологии или сульфа технологии либо конкретно ранние группы спелости это все гибриды которые участвовали в опыте включая гибриды других семенных компаний и так что же мы с вами видим а мы с вами здесь можем видеть что гибрид C Avenger в условиях 23 сезона позволил получить практически во всех опытах на территории региона Юг превышение на средней по урожайности по опытам к примеру мы возьмем Азовский район Ростовской области не самые простые условия для выращивания подсолнечника тем не менее гибрид раннеспелой группы такой как гибрид Avenger позволил получить урожайность порядка 34 центнера в то же время в более интенсивных зонах выращивания таких как Мясниковский или Неклиновский район Ростовской области позволил получить урожайность на гибриде ранее подчеркиваю группы спелости более 40 центнеров с гектара что конечно же подчеркивает тот тезис о котором я сказал что гибрид будучи раннеспелым гибридом имеет потенциал урожайности на уровне среднеспелой группы и тут мы с вами перейдем к технологии Cleofield Plus это набирающие обороты если хотите технология не только на территории юга нашей страны но и в целом на территории Российской Федерации ну и первым гибридом мы рассмотрим с вами хорошо вам известный уже гибрид Бакарди КЛП который является как я уже говорил лидером по потенциалу урожайности на рынке чем же он все-таки отличается от других гибридов ну в первую очередь он отличается высокой масс личностью порядка 52% собственно говоря неплохим рост неплохим стартом на ранних этапах развития почему говорю неплохим они очень хорошим потому что все-таки гибрид интенсивного типа а как мы с вами помним гибрид интенсивного типа медленнее стартуют но имеют более высокий потенциал урожайности если обеспечить достаточные условия выращивания для раскрытия непосредственно этого потенциала что же нам показывает урожайность гибрида Си Бакарди в сезоне 2023 ну конечно же мы видим здесь цифры несколько иные да то есть мы будем будем говорить так что на территории Чхоймартановского района Чеченской Республики урожайность свыше 20 центн для интенсивного гибрида это весьма высокие показатели в то же время если мы пойдем в сторону увеличения или правильно сказать наверное будет более интенсивные зоны такие как Мясниковский Новокубанский район Красноярского края или Неклиновский район Ростовской области мы видим с вами урожайности 40-45 центнеров и я вам хочу сказать что это не предел для данного гибрида далее далее гибрид розетта здесь уже мы будем говорить наверное о гибриде более экстенсивной группы то есть это гибрид умеренно экстенсивного типа это подразумевает то что гибрид имеет более низкий потенциал урожайности нежели чем более интенсивный гибрид гибрида бакарди однако есть особенности которые позволяют данному гибриду раскрываться в более экстенсивных условиях в частности это мы будем говорить о высоких температурах во время цветения о недостатке влаги что и подчеркивает данная инфографика которая показывает что устойчивость к засухе данного гибрида 10 из 10 баллов соответственно этот гибрид будет раскрывать свой потенциал в более экстенсивных зонах с недостатком влаги кроме того учитывая тот факт что гибрид имеет два уровня контроля заразихи как мы отметили что заразиха является одной наверное из проблем в территории юг это двойной контроль как я уже говорю заразихи это и генетический контроль большую часть заразихи расы уровня G и соответственно химический контроль с применением гербицидов входящих в производственную систему клеофилд плюс кроме того гибрид имеет очень хороший старт на начальных этапах развития то конечно же обуславливает его стартовый рост ввиду того что он является более экстенсивным типом гибридов результаты урожайности сезона 2023 нам показывают что урожайность данного гибрида как в интенсивных так и в экстенсивных условиях позволила получить свыше 40 центнеров с гектара вплоть до цифры 48,5 10-х гигардинском районе ростовской области то несомненно является очень и очень высокими показателями следующий сегмент который о котором бы хотелось поговорить это сульфа сегмент это интенсивно растущий сегмент не только на юге но и в ростовской прошу прощения на территории Российской Федерации в целом и первым гибридом о котором хотел бы я с вами поговорить это гибрид суоми гибрид суоми также является гибридом универсального типа что характеризует его как гибрид с очень высокой адаптивной способностью в различных починно-климатических зонах то есть из практики могу сказать что данный гибрид способен давать высокий урожай на всей подчеркиваю территории Российской Федерации вплоть до Барнаула до Сибири до Алтайского края и так далее даже с учетом того что это гибрид является гибридом ранее спелой группы имеет самый широкий реал адаптации но с технической точки зрения есть ряд преимуществ этого гибрида также над другими гибридами например его масличность это 53-55% последние данные наших исследований по масличности показывают что мы встречаем масличность на гибриде 56-57% что несомненно является очень высоким показателем кроме того мы здесь можем говорить спокойно о контроле заразихи ввиду того что гибрид имеет устойчивость к раси джи по заразихе есть еще один момент который многих волнует это ложном мучнистая роса в сезоне 2023 многие столкнулись с этой проблемой на территории юго-российской федерации особенно в краснодарском крае в республиках северного кавказа ложном мучнистая роса атаковала посевы подсолнечника на ранних этапах развития до начала фазы бутонизации и я вам скажу что кучую часть территории которую я проехал я не нашел ни одного растения пораженного ложном мучнистой росе ложном мучнистой росой на гибриде это подтверждается также и вот данная инфографика устойчивостью к ложном мучнистой росе 10 баллов из 10 что несомненно позволит обеспечить вам безопасность во всяком случае от данного патогена точно по результатам урожайности мы с вами можем отметить что тот же Константиновский район Ростовской области непростые условия как многие из вас знают для выращивания подсолнечника урожайность выше 20 центнеров в интенсивных условиях выращивания 40 центнеров для ранней спелой группы гибридов это весьма и весьма интересные показатели на которые конечно же и вы и мы обращаем внимание в первую очередь далее гибрид суматра один из ранних спелых гибридов в сульфа сегменте это гибрид суматра умеренно экстенсивного типа выращивания то есть гибрид который позиционируется в первую очередь для хозяйств где есть сложности с воздушной засухой с недостатком элементов питания в почве либо же мы говорим об отсутствии влаги как таковой в целом то есть гибрид безусловно отличается от других повышенной масличностью устойчивость заразихи раз и джи устойчивость к ложному мучнистой россия уровня максимального уровня то есть это 10 из 10 в данном случае и гибрид очень хорошо использует то небольшое количество влаги которое ему доступно что несомненно несомненно позволяет получать высокие урожаи даже при выращивании такого раннего гибрида как суматра такие же результаты мы с вами можем отметить да то есть морозовский район ростовской области кто кто конечно же все наверное знают что морозовский район он славится печально к сожалению славится большим уровнем заразихи тем не менее свыше 22 центеров гибрид способен был в сезоне 23 там дать возможность получить ну и также мы с вами можем видеть что более интенсивные или даже менее интенсивные территории такие как чербиновский район или краснодарского края или егорлыкский район ростовской области позволили получить урожайность свыше 45 центнеров из гектара а это я хочу вас на минуточку напомнить что это раннеспелая группа гибридов причем экстенсивного типа выращивания тоже конечно же несомненно подтверждает данные о том что гибриды раннеспелой группы компаний сингента имеют потенциал урожайности несомненно на уровне среднеспелой группы гибридов следующий гибрид это гибрид сузука также скорее всего я просто уверен в этом хорошо вам известен это гибрид который является гибридом умеренно экстенсивного типа который обладает высоким потенциалом урожайности в экстремальных условиях либо же в условиях с неблагоприятными погодными опять же условиями то есть обладает очень высоким стартом на ранних этапах развития что позволяет его сеять несколько раньше чем более интенсивную группу гибридов ну и соответственно также как и другие сульфа сегмент гибридов гибрид обладает устойчивостью к заразе хиросэджи имеет высокий процент масличности чем собственно говоря сингента в первую очередь славится это двумя основными показателями урожайность и масличности предлагаю перейти к результатам урожайности и посмотреть какие же результаты каких результатов достиг данный гибрид в регионе юг в 23 году 24 с половиной центеров в чеченской республике этот гибрид способен выдавать и в то же время Ейский район Неклиновский район свыше 40 центнеров и в этом году зафиксирован рекорд в Щербиновском районе свыше 50 центнеров с гектара гибрид Суберик гибрид среднеспелой группы уже это интенсивный тип ну в данном случае мы говорим умеренном типе гибридов который обладает высокой стабильностью очень хорошей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям в отношении высоких температур в момент светения один из немногих гибридов который который будучи интенсивным гибридом в негативных почвенно-климатических условиях в частности высоких температур позволяет продолжать вегетацию в то время как другие гибриды конечно же при условии сильного ветра сильного сухого ветра который влияет на культуру как как фен извините да соответственно позволяет продолжать вегетацию наливать семена и позволяет получать высокие показатели урожайности Морозовский район Ростовской области или Тарасовский район Ростовской области да непростые условия засушливые условия то есть свыше 20 центеров он способен здесь гибрид давать возможность получать более интенсивных условиях урожайность 40-47 до 50 центеров гибрид способен показывать такие результаты гибрид суванга это гибрид среднеспелой группы интересный гибрид в плане интенсивности то есть гибрид очень похож по типу интенсивности на гибрид суммика который вам хорошо известен то есть гибрид с высоким потенциалом урожайности кроме того гибрид является высокоалийного высокоалийного калия калия вернее количество алийного кислоты в масле достигает до достигает 94% то есть конечно же влияет на повышение качества масла ну и интересные моменты давайте посмотрим здесь результаты к сожалению в этом сезоне было мало результатов 23 соответственно я добавил еще здесь немножко результаты 22 сезона ну в целом мы можем видеть с вами динамику развития по территориям да то есть от новоселецкого семей каракорского района вплоть до кавказского и городского и Александровского района Ставропольского края мы видим с вами что урожайность свыше 40 центнеров гибрид способен давать в более интенсивных условиях это подтверждает информацию о том что гибрид является интенсивным и заключающие наверное заключительные разделы это классические гибриды к сожалению к моему сожалению наверное классический сегмент все-таки начинает снижаться интенсивно но как показывает практика в территории региона юг этот сегмент еще сохраняется я этому несказанно рад единственным ограничивающим фактором в территории региона юг является конечно тихо превращение классического подсолнечника поэтому мы рады вам представить два основных гибрида один из которых гибрид левис это гибрид экстенсивного типа раннеспелой группы с уникально высокой масличностью до 55% и с устойчивостью к заразихе уровня расы G плюс и выше то есть основные основные наверное контроли которые вы привыкли видеть в хозяйствах то есть есть чемпионы какие-то по заразихе так вот я хочу открыть вам маленький секрет что этот гибрид по устойчивости к заразихе перебивает всех этих чемпионов о которых узнали ранее кроме того гибрид обладает высокой устойчивостью к ложному мощности России также при посещении многих локаций на территории региона юг не было выявлено ни одного растения пораженного ложного мощности ростой касаемо результатов урожайности можно обратить внимание и морозовский советский район ростовской области свыше 20 центнеров с гектара гибрид позволил получить и даже более интенсивных условиях свыше 40 центнеров гибрид способен показывать результаты при условии того что гибрид является раннеспелым гибридом и завершающий гибрид о котором мы сегодня я хотел бы с вами поговорить это гибрид C-Teos это также классический тип гибрида умеренно интенсивный гибрид средней спелой группы с высоким потенциалом урожайности отличается максимальной устойчивостью к заразихе расы уровня G+, высокой мощностью свыше 53% очень высокой устойчивости к ложному мощнистой аэросеп я уже говорил это несомненно вопросы которые возникали все таки в сезоне 23 года и гибрид который очень хорошо отзывается на повышение агрофона по результатам урожайности мы с вами можем отметить что экстенсивных условиях это урожайности свыше 26 свыше 20 центнеров при условии что присутствует заразиха во всех опытах мы видим превышение надсредней по опыту здесь также данные представлены двух сезонов 22 и 23 но в интенсивных условиях мы с вами видим потенциал урожайности данного гибрида вплоть до 50 центнеров с гектара что несомненно доказывает что гибрид который является интенсивным гибридом с высокой устойчивостью не только к заразихе но и к последним разам ложномучнистой росы позволяет получать такие шикарные результаты на территории региона юг собственно говоря здесь мое время заканчивается и я с удовольствием передаю слово своим коллегам которые продолжат наш с вами вебинар спасибо большое ждем вопросы будем на них Володя большое спасибо как всегда очень хорошо очень подробно надеемся что наше солнышко наши желтые цветочки наш подсолнечник придут на поля в самом лучшем виде и наши сельхозтоваропроизводители останутся довольными так скажем некоторыми вопросами в частности вопросами наличия семян коллеги спасибо большое спасибо что присоединились что послушали что выдержали наш марафон двухчасовой материалы нашей встречи дружеской и уже ставшей ежегодной традиционной будут выложены в ютуб ссылки обязательно вышли всем участникам которые присоединились которые приняли наше приглашение по вопросам по активности вашей хотел бы поблагодарить за интересные вопросы Василия Наталью Оксану Андрея но наши ответы на ваши вопросы не ограничиваются этим вебинаром если будут еще вопросы не стесняйтесь задавайте ТСАРом которые курируют ваши районы ваше хозяйство мы всегда будем рады ответить на них также также напоминаем что у нас в Краснодаре состоится традиционная выставка Юг Агра с 21 по 24 ноября где наши коллеги наши руководители будут дежурить будут присутствовать на этой выставке будут ждать вас с вашими не менее интересными вопросами и надеюсь вы также получите квалифицированные ответы которые устроят все что хотелось бы еще напоследок сказать на сегодня напоследок что хотелось бы напомнить компания Сингента наша это компания полного цикла то есть те продукты которые мы выпускаем на рынке мы сами придумываем мы оцениваем для того чтобы продукт вышел на рынок нужно ему пройти огромное огромное тяжелейшее испытание где очень много придирчивых людей придирчивых специалистов и эти испытания проходят лишь самые самые звезды которые мы в конечном итоге и продаем вам именно поэтому что продукт проходит жесточайшее испытание находит всех специалистов именно поэтому мы уверены в нашем продукте вот в принципе на этой оптимистичной ноте хотелось бы закончить а также пожелать вам хорошего окончания сезона и хороших радостных перспектив в следующем году вот как-то так все наше время вышло спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...